Мы помним о двух формулах внутри администрации Байдена. Формула Остина Блинкина «Нам нужна победа в Украине», и форма Соливана «Нам важно не допустить поражения Украине». Это разные подходы. Сейчас уже этого нет. После визита, который хотел прощупать сценарий непоражения и возможных переговоров, этой опции нет. Все за победу отличаются. Единственная наша претензия до сегодняшнего дня к американской администрации – вопрос о скорости и решительности этой победы. Создается впечатление, что они пока еще сдерживают себя последним самоограничением. Вы понимаете, о чем я говорю. Это нежелание предоставить Украине средства для ударов по территории Российской Федерации. Это ракеты «Этекс», это ракеты «Карпс». Они никогда не заявляли, что они категорически против, но мы же видим, что эти дискуссии о передаче этих ракет ведутся и внутри администрации, и между администрацией Байдена и украинской администрацией уже более двух месяцев. Вот это последний барьер, который американская администрация должна преодолеть, потому что сейчас необходимо… Я бы уже сформулировал форму Остина, скорректировал форму Остина, и я думаю, что американцы это тоже сделают. Уже нужна не победа, просто победа. Нужна победа скорейшая. Поправлю немножко Пескова. Песков позаботился, как прекратить страдания украинского народа. Спасибо ему за то, что он заботится, озаботился этой проблематикой. Так прекратить это страдание можно только с быстрой и стремительной победой украинской армии. Для этого нужны, во-первых, я сказал, дальнобойные ракеты. Угроза ударов по российским городам немедленно снимет, остановит эту путинскую программу. Ну и то оружие, которое нужно украинской армии для завершения своего наступления на юге и востоке. Вот этой реакции мы ждем от Запада, прежде всего от администрации США. И я думаю, что первая реакция вчерашнего вечера и сегодняшнего дня на новый этап террористической войны, она обнадеживает. Запад не сможет, не сможет холоднокровно наблюдать выполнение программы Лукашенко-Путина, уничтожения украинского народа. Тем более они признались уже в своем этом плане. Субтитры создавал DimaTorzok